Добрый день, дорогие участники! Сегодня у нас с вами тема «Как бесплатно получить занятия для ребенка с нарушением развития». Для тех, кто меня не знает, и для тех, кто будет смотреть эту запись потом на нашем канале в YouTube, я представлюсь. Меня зовут Хаитова Александрина Иосифовна. Я руководитель некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Я особенный». Наша организация занимается помощью семьям, в которых растут дети с аутизмом, и их родителям, самим детям, ну и специалистам, которые работают с этими детьми. Мы долго думали, о чем же вам сегодня рассказать, потому что вообще по-честному помощи можно получить очень много, если знать, где ее брать. И решили, что мы разобьем наше сегодняшнее занятие на две части, то есть мы сегодня начнем, мы расскажем обо всех известных нам возможностях, то есть где вы можете что-то получить достаточно пассивно, то есть не прикладывая особенно усилия. Я имею в виду, что, конечно, вы будете стараться, вы будете заниматься своим ребенком. А в нашем следующем занятии мы расскажем о том, как, поподробнее расскажем о том, как самим создать центр, как запустить этот центр на государственных инструментах, которые позволят ему работать бесперебойно и получать финансирование, таким образом, чтобы и ваши дети получали помощь, и все остальные дети вокруг. Это тоже отдельная большая тема, и поэтому мы сегодня немножко о ней тоже поговорим. но проведем по ней отдельный вебинар, отдельное занятие, потому что там много своих сложностей, тонкостей, и надо этому больше времени посвятить. О чем мы с вами сегодня будем разговаривать? Ну, во-первых, надо сказать, для чего мы работаем. Мы работаем для того, чтобы создавалась система социальной поддержки семьям, в которых растут дети с аутизмом, с умственной отсталостью, с какими-то другими нарушениями развития. В первую очередь мы считаем, что родителям нужно рассказывать все, что мы сами знаем, что мы проверили на себе, то, с чем мы столкнулись, то, что вам может помочь. То есть самое первое, самое главное, мы видим свою миссию в информационной поддержке всех родителей и специалистов, которые заняты этой проблемой, и мы так достаточно успешно с 2014 года этим занимаемся. Что мы хотим достичь в результате наших с вами занятий? Ну, во-первых, как я сказала, мы вам будем оказывать информационную поддержку, то есть после того, как мы сегодня поговорим, вы еще сможете нам писать. Наша организация достаточно доступна, у нас есть наш адрес на сайте, я его еще напишу в чатик. Мы есть во всех социальных сетях, мы активно консультируем родителей, то есть мы стараемся вообще делиться во все стороны и все, что мы знаем, все это раздавать, потому что в этом мы видим построение системы для детей, для родителей. Дальше, что мы делаем, и это наш очень крутой проект, с которого мы когда-то начали, это повышение родительской компетентности. У нас есть школа особенных родителей, то есть мы привлекаем ведущих специалистов в своей области, наши дети – это дети с аутизмом, с различными интеллектуальными, психологическими, психическими отклонениями в развитии. Вот мы находим этих спикеров, сами с ними работаем, помогаем интересные программы составлять, и потом это вам все в интернете рассказываем, то есть вы все это можете получать бесплатно, в зависимости от своих интересов, просто заходя на наш канал YouTube, там у нас много лекций. Что мы делаем еще такого интересного, и почему вот сегодня я рассказываю, а не все эти наши прекрасные спикеры, наши ведущие лекторы, специалисты, потому что мы видим нашу задачу в создании активных родительских и профессиональных сообществ. Мы верим в то, что наше будущее мы сами с вами построим, потому что мы сами с вами лучше всего знаем, что нам нужно, какая помощь нам нужна, какая поддержка нам нужна, и как нам вообще это создавать, и к чему мы идем. Поэтому я буду рассказывать, обо всем, в чем я разбираюсь, как руководитель, и как участник некоммерческой организации, и как мама, которая прошла свой путь от самого начала и до того места, до которого я дошла, буду с вами делиться. В этом я вижу вот свою личную миссию. Не только раздать знания, но и научить вас ими пользоваться, для того, чтобы вы создавали прекрасный новый мир, в котором мы все будем жить счастливо, несмотря на то, что там с нами в жизни когда-то произошло. Ну и, конечно, мы изготавливаем информационные материалы. То есть сначала я эту презентацию писала, которую вот вы здесь видите, потом я доработаю, а потом мы создадим видеоролик и разместим его в интернете, чтобы все могли пользоваться этим и помогать себе и другим людям. Кому мы помогаем, я уже сказала. И еще хотелось бы сказать, дорогие родители и специалисты, и те, кто потом будет смотреть нас в YouTube, в нашем уже видеоролике, мы не занимаемся адресной помощью, то есть несмотря на то, что мы фонд, мы не раздаем никому деньги и сами их не собираем для того, чтобы кому-то раздать. Мы делаем просветительские проекты. Мы можем поконсультировать, куда вам пойти, мы все друг друга знаем, ну такие организации профессиональные, тут мы вам подскажем, мы вам подскажем, как самим организоваться, создать свой собственный центр, мы вам расскажем, как быть в ситуации, которая кажется безвыходной, найдем с вами вместе несколько сразу выходов из этой ситуации. Но вот деньги мы не выдаем, поэтому к нам лучше приходить за советами, за информацией, за какими-то новыми знаниями. Давайте теперь поговорим про наших основных, вот на нашей центральной фигуре нашего сегодняшнего занятия, нашего вебинара. это семья, в которой имеет ребенка с нарушением развития или ребенка-инвалида. Ну какие черты есть у этой семьи и от чего мы будем отталкиваться, чтобы разбираться, что можно сделать, несмотря на ситуацию, которая кажется тяжелой, безвыходной и какой-то беспросветной, мы сначала должны разобраться, какие проблемы у родителей, что из себя представляет вот такой вот феномен, это семья, имеющая ребеночка с нарушением развития, для того, чтобы найти в этой ситуации сильные стороны и ими воспользоваться. Ну, во-первых, семья, как правило, в шоке, семья ищет помощь, семья не знает, что делать, не имеет какого-то внятного, понятного маршрута, и это абсолютно нормально на первом этапе. Это все абсолютно проходят через это, ничего в этом плохого нет, кроме того, что это уже произошло. А дальше мы будем уже разбираться, что нам делать, как выходить из этой ситуации и как даже налаживать свою жизнь лучше, чем она была. Какие еще есть черты у семьи, в которой растет ребеночек с нарушением развития? Эта семья часто тратит много времени на поиск решения своей проблемы. Если некуда пойти, если не на что опереться, если не хватает информации, если вы не состоите в каких-то сообществах, где есть люди, которые более опытные и могут вас не только информировать, но и вдохновить, то вам очень тяжело, просто потому, что вы не знаете, что делать. Это совершенно неожиданная, новая для вас ситуация тяжелая, из которой нужно искать самостоятельный выход. И еще какая есть особенность у семьи, в которой растет ребеночек с нарушением развития? Эта семья, как правило, много, много тратит лишних денег, не тратит на своих других детей, мама не тратит на себя, папа не тратит на какие-то свои увлечения, а деньги уходят со страшной скоростью и кажется, что их нужно платить еще больше, и только тогда помощь придет. Ну вот, дорогие наши родители, это не так. Можно много видов помощи получить бесплатно, а сегодня мы будем говорить о том, как получать занятия для ребенка бесплатно, то есть о том, как его социализировать, как с ним заниматься, как ребенка развивать, и за это не платить, ну, по крайней мере, деньгами, а просто вкладывать своими усилиями, своим временем. Ну, и что еще очень важно, и надо всегда вот это в голове держать, и вот просто самим себе давать такую отсечку, за собой это замечать, часто семья, родители, ребенка, инвалиды, или ребенка с какими-то тяжелыми нарушениями развития, забывают о своих нуждах, и это плохо, дорогие мамы, и папы, и педагоги, которые присутствуют, и с родителями общаются, потому что мы все прекрасные, интересные, нужные миру люди, и от того, что мы будем плохо жить, будет страдать весь мир, будут страдать наши дети, и тот самый ребеночек с нарушением развития, для которого нам кажется, что мы убиваемся, поэтому про себя мы никогда не забываем, на эту тему у вас сейчас идут вебинары, то есть вам помогают наши психологи, они учат вас справляться со своими проблемами внутренними, для того, чтобы вы вели свою счастливую, полноценную жизнь, потому что вы миру очень нужны, вы нужны, умные, красивые, и вы нужны своим детям, поэтому давайте за себя тоже беритесь. Давайте теперь мы поговорим о том, где мы будем получать помощь, то есть какие у нас есть каналы для получения этой помощи, и как с ними работать. Ну, начнем с того, что у нас есть государство, которое нам помощь гарантирует, да, ну, все это так достаточно в общих фразах, то есть для того, чтобы эту помощь получить достаточно, много нужно потрудиться, часто истратить много нервов, и много времени, и совсем не факт, что помощь вы получите, но вот пока вот таким образом система не сложилась, поэтому мы будем ее создавать вокруг себя сами. Дальше, сами. Мы можем получить помощь сами, и оказать ее своему ребенку сами, и развивать его сами, и для этого есть прекрасные возможности на сегодняшний день, мы можем обучиться в интернете, есть много курсов для повышения родительских знаний, умений, вы можете даже стать профессионалами, вы можете переобучиться и полностью профессиональную помощь, качественную, последовательную оказывать своему ребенку сами, один раз обучившись бесплатно, и мы с вами дальше об этом тоже поговорим, где это можно сделать, и для чего это нужно. Следующее, как вы можете получить помощь бесплатную для своего ребенка, но конечно вы можете сами предпринимать, потому что вы прекрасные, умные, целеустремленные, вы много умеете, и вы вполне можете создать свой маленький бизнес, а может быть даже большой бизнес, который будет обрабатывать нужды вашего ребенка, вы будете сами развиваться как профессионал, и вы будете зарабатывать неплохие деньги, таких примеров масса, мамы эти становятся как правило очень хорошими специалистами, у нас сейчас ведут наши вебинары тоже прекрасные специалисты по сенсорной интеграции, по прикладному анализу поведения, и просто вот смотришь и думаешь, ну вот у человека конечно так в жизни сложилось, но посмотрите в какого прекрасного профессионала, какого замечательного предпринимателя он вырос, то есть было бы в его в жизни так или не было бы, если бы не произошла такая печальная ситуация, вот совершенно неизвестно, тем не менее люди вот себя находят и ребенку своему помощь полноценную они оказывают. Дальше, что мы можем делать? Мы с вами можем, дорогие наши мамы, ну для этого нужен особый склад характера и особая мотивация, мы можем объединяться и строить систему помощи своим детям, а заодно всем остальным детям вокруг нас, ну это примерно то, что делает наша организация, это сложно, как в случае с государством, но это доступно, это можно сделать, при этом это круто, потому что вы очень сильно развиваетесь, вы очень помогаете своему ребенку, вы становитесь совершенно другим, прекрасным, интересным человеком, профессионалом, и кроме этого это приносит доход, то есть ваша семья не выпадает из колеи, вы не теряетесь, не растворяетесь в жизни после такого события, как появление в ней ребенка инвалида или ребенка с нарушениями развития, наоборот, вы становитесь сильнее, вы становитесь лучше, вся ваша семья делает большой рывок вперед, и вы строите вокруг себя систему поддержки для других родителей, для других детей, которые в этой ситуации оказались, это действительно как будто выход на другой уровень, и в этом есть своя большая прелесть, то есть сейчас я это понимаю, когда-то, конечно, мне было очень тяжело. Государственная система помощи, у нас с вами был уже вебинар, мы рассказывали вам о том, как получать помощь от чиновников, безусловно, это очень сложно делать в России, но это возможно, вы, если нам сделаете запрос, мы вам вышли ссылку на это видео, которое сейчас на нашем канале в YouTube, где мы делимся с вами всеми нашими секретами, как пробивать стены, как невозможно делать возможным, как добывать то, что нужно ребенку, и то, что, в общем-то, ему гарантирует государство. Я хочу еще раз здесь повторить, что система помощи в России заявительна, и если вы никуда не обращаетесь, ну, вот, вы не пробиваете стены своим лбом, не пишете, никуда не ходите, ничего не заявляете, то, ну, вам не дают. Если вы, наоборот, это все делаете, то вы, в общем-то, все получаете. Поэтому помним, что если мы никуда не обращаемся, по умолчанию считается, что у нас все в жизни уже хорошо, нам ничего не нужно. Дальше, какая есть особенность в государственной системе помощи, по крайней мере, в России, это сейчас так, ну, когда-нибудь это изменится, потому что мы с вами уже, вот, ведем же вебинары, объединяемся, об этом говорим, то есть развиваем сами своими силами систему. Законы сложные, непонятные, на человеческий язык не переведенные, а самое главное, пока вы разберетесь, что к чему, уже есть такой риск, что ребенок вырастет, а помощи вы не дождетесь. И таких случаев много, я много вижу прекрасных мам, которые, ну, вот они мирные, спокойные люди, и они не стали бороться, и, конечно, там дела были намного у них грустнее. И встает вопрос, есть ли выход. Конечно, выход есть. Он есть и даже лучше, чем вы предполагали. Но есть один, такой небольшой секрет, одно условие действовать, нужно активно. И вот как действовать активно, мы сейчас с вами будем разбираться. Что можно сделать, чтобы узнать, что нам дает государство, я снова повторю, хотя у нас уже был на эту тему вебинар, нужно читать сайты государственных организаций, конечно, они сложные, запутанные, непонятные, канцелярские полностью, но вполне можно продраться через эти все термины и разобраться, что нам положено. Все вы все равно не поймете, и не поймет, в общем-то, никакой нормальный человек, который не чиновник, да и сами чиновники часто не разбираются, что они там пишут, поэтому можно что сделать, можно записаться на прием и прояснить ваши вопросы. Обязательно для того, чтобы получать бесплатные образовательные занятия, развивающие занятия для своего ребеночка, нужно пойти в местное управление образования, можно пойти на прием, записаться к министру образования, к вашему региональному, можно пойти в управление социальной защиты населения или управление социальной политики, как это у вас называется, можно пойти на прием к министру, как у вас в вашем регионе, у нас это министр социальной политики Свердловской области, можно пойти в городскую или в районную администрацию. Единственное, что очень важно, вы, пожалуйста, всегда записывайте ваш вопрос, потому что вы можете потеряться, растеряться, самое важное для вас забыть. И вы, когда такую шпаргалочку с собой принесете, вы обязательно узнайте то, что вам надо, вы будете настойчивы, вы будете поглядывать в то, что вы хотели спросить, вы ни один вопрос свой не забудете, и вы, самое главное, записывайте все, что вам говорят. Потому что вы в этом тоже, когда разберетесь, как следует выяснится, что помощи-то, в общем-то, достаточно много, но вот надо к ней как-то продираться, пробиваться. Кто такой бойкий, те, пожалуйста, этим тоже занимайтесь, потому что я вот говорила в прошлый свой вебинар, у нас есть пример, когда папа-одиночка, ребеночка с синдромом Дауна, просто с места, пробивая чиновничьи стены, получил новую квартиру, получил землю под строительство дома, получил какие-то стройматериалы, ездил с ребеночком в отпуск, отдыхал, и оформил все льготы, и, в общем, мы просто диву давались, как папа это все выцарапывал, вывоевывал, но выяснилось, что положено-то многое от государства. Дальше, что мы можем сделать? Мы можем писать обращения письменные и получать письменные ответы. Тут секрет какой, мы говорили в наше прошлое занятие, всегда нужно писать, от кого эти обращения, конкретно формулировать свой вопрос, прямо вот писать в конце письма, вы свою проблему описали или свой вопрос, и пишите, прошу ответить мне на такой-такой вопрос, прошу мне разъяснить, и далее указывайте свой домашний адрес, это для того, чтобы вам ответ этот дошел. Чиновники обязаны вам отвечать, поэтому такую возможность тоже используйте. Например, вот интересный пример. Месяца три назад обратилась к нам мамочка, у нее трое детей, и они недавно с младшим ребеночком, у которого нарушение развития, у него аутизм, и, значит, мама прошла комиссию ПМПК, и пишет нам, здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот мы прошли ПМПК, у нас ПМПК написано, что нам положен психолог, нам положен логопед, а мы в садик приходим, а нам вот этого психолога и логопеда не дают. Вот что нам делать? Заведующая нас посылает домой с этим заключением, говорят, что там денег нет, средств нет, не положено и так далее. Что мы сделали? Мы вообще по-честному недавно узнали, что такое возможно и маме посоветовали. Мы сказали, напишите, пожалуйста, официальное обращение на имя заведующей, то есть вы придите, принесите с собой оригинал заключения ПМПК, принесите копию ПМПК, там, ну, что вам понадобится, предложите, и напишите заявление на имя заведующей этого детского садика, прошу создать особые образовательные условия для моего ребенка, и приложите вот это заключение ПМПК, где конкретно прописано, какие образовательные условия нужно создать ребенку. Мама послушалась, мы, конечно, очень переживали, потому что понимали, что там это может переписка долго затянуться, но тут мама через месяц пишет радостно мне в WhatsApp, спасибо большое, так все помогло, у нас появился и логопед, у нас появился психолог, и занятия у нас несколько раз в неделю, а еще мне предложили двоих других детей, они у нее постарше, но тоже детсадовские, водить в этот же садик. То есть понимаете, что произошло? Мама написала обращение, она его конкретно написала, прошу создать особые образовательные условия, она приложила заключение комиссии, она написала это обращение на имя руководителя, она указала обратно свой домашний адрес, все, ее проблема решилась, мы убедились в том, что мы были правы, когда ей такое посоветовали. Поэтому пишите обращение, и ждите официальный ответ от чиновников. Что еще можно сделать? Я вот не знаю, дорогие родители и специалисты, которые присутствуют, из каких вы регионов, из каких вы областей, где вы все живете, может быть, вы не в России живете, но в России, по крайней мере, есть такой федеральный закон, 442-й, об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, который говорит о том, что если у вас есть нарушение адаптации у ребеночка, ну или какие-то другие нарушения, у ребеночек может быть признан, ну там не только о детях, о взрослых тоже говорится, но мы сейчас про детей разговариваем, ребенок может быть признан нуждающимся в получении социальных услуг и получить программу, вот так вот она выглядит, я вам сейчас покажу, мы на следующем занятии поподробнее поговорим, индивидуальная программа предоставления социальных услуг, а здесь вот много-много-много различных социальных услуг, которые вам могут быть непонятны, и которые вам может быть покажутся, что с этим делать, что это вообще такое, но во многих регионах есть центры, куда вы можете пойти, и там вот с этим документом получать социальное обслуживание, социальные услуги, и это может выглядеть именно как занятие с ребенком. Вот, дорогие родители и специалисты, мы поговорим на следующем вебинаре поподробнее, там вот прям поэтапно будем рассказывать, как его получать, что делать, если его не дают, куда жаловаться, куда обращаться, что делать, если вы сами хотите создать центр, в котором вы будете оказывать другим помощь по вот этой программе, потому что, ну, когда-то тоже я была просто мамой с проблемным ребенком. Вот это узнаем про ИППСУ, это так просто запомнили, и сейчас мы соберем все остальное, что можно получить намного проще. Дорогие родители, мы можем сделать что? Мы можем посмотреть вокруг себя, погуглить, поговорить с другими родителями, и узнать, какие общественные организации есть рядом с нами. Тут у меня ссылочка на Downside Up, у нас в регионе тоже есть много организаций, которые помогают бесплатно, то есть вам просто нужно пойти в интернет и создать такой запрос. Занятия для ребенка, какая-то там проблема, аутизм, я не знаю, или синдром Дауна, Свердловская область. Вам выпадет несколько сайтов организаций, которые достаточно недалеко от вас, это общественные организации, в которых с большой вероятностью есть бесплатные занятия для детей и даже есть обучение родителей. Просто вы, пожалуйста, такую возможность не забывайте. Когда-то я сама была мамой, у которой родился второй подряд ребенок с нарушением развития, с инвалидностью, и меня когда-то тоже подобрала такая организация, то есть я просто позвонила, сказала, здравствуйте, а у вас тут есть занятия для таких детей? Мне сказали, есть, приходите. Я вступила туда и начала посещать, и вот тогда я этот путь для себя узнала. Ну, сейчас таких организаций намного больше, просто нужно поискать. Фонды. Часто родители думают, где им взять деньги. Деньги могут быть нужны достаточно серьезные, то есть и вот родители начинают думать, где их взять. Я скажу, что есть прямо специализированные фонды, которые собирают деньги для решения какой-то проблемы у ребенка. Например, вот когда мне звонят или пишут и говорят, здравствуйте, можно у вас попросить денежек? Я говорю, ну, мои дорогие, мы денежки не раздаем, мы на них делаем свои проекты, но я вам могу подсказать, куда вам с вашей проблемой обратиться. Например, у нас есть такой фонд Ройзмана, вот тут вот ссылочку приложила, который собирает деньги для родителей, у которого есть ребеночек с нарушением развития. Вам нужно просто обратиться в такую организацию, и они у вас там все узнают, какая проблема, и начнут вам денежки собирать, если увидят, что вы действительно нуждаетесь в помощи, и бесплатно вы ее получить не можете, если какая-то там сложная проблема, или что вы не можете сами ее оплатить. Есть фонд Милосердие, это организация, которая тоже собирает средства, и вообще таких организаций много. Что можно, вот как про них узнать? Вы можете, по сути, в любую общественную организацию, к которой занимаются вашей проблемой, обратиться, и так и сказать, подскажите какие-то фонды, которые помогут мне собрать на занятия, потому что вот вы их не предоставляете, но есть коммерческие центры, которые вот эти вот какие-то комплексы проводят, какие-то интенсивы, какие-то, я не знаю, там томатисы, ну вот на что родители часто собирают, какие-то там занятия по сенсорной интеграции, какие-то комплексные, или даже вот дельфинотерапию что-то собирает. Так вот, подскажите, пожалуйста, в какие фонды мне пойти? Мы все друг друга знаем, мы вам расскажем, то есть мы так по-честному скажем, мы сами не собираем, но собирать вот эти. Ну вот это, да, следующий был пункт. И потом, у нас еще есть храмы. Вы знаете, дорогие родители, я сама недавно удивилась, я поехала в Москву на круглый стол и увидела, что православные организации очень активно работают параллельно с государством и параллельно с общественными организациями. У них сильнейшая сеть на основе храмов, у них много не только разных служб, вот таких вот чисто специфических мероприятий, у них очень много создано каких-то поддерживающих школ для родителей, где учат работать с детьми с тяжелыми нарушениями развития, каких-то кружков, секций, тренировок, каких-то занятий для детей. Поэтому вот это не скидывайте со счетов, потому что часто в православных организациях работают очень профессиональные люди, которые прямо фанаты своего дела, и они тоже могут помочь, если они неподалеку от вас находятся. У них очень часто программы какие-то специальные идут. Это тоже для себя рассмотрите. Что же нам еще делать для того, чтобы получать помощь бесплатно, для того, чтобы вообще быть в курсе всех событий, для того, чтобы ничего не упустить и просто все собрать, что есть вокруг нас? Ну, можно войти в состав какой-то общественной организации и участвовать в общественной жизни, то есть быть в переписке, подписаться на рассылки, посещать мероприятия, прямо зарегистрироваться и стать членом организации общественной, родительской или некоммерческой, и захватить просто все эти виды помощи, которые она предоставляет. Можно подписаться на специализированные рассылки. Я пример вот здесь вот приложила. Это агентство социальной информации. Я сама на него подписана. Мне ссылочки приходят. То есть я вообще в курсе всех событий во всех регионах, где что происходит. Масса мероприятий и занятий происходит вокруг вас бесплатно. Но если вы не живете в каком-то маленьком-маленьком городе или маленьком-маленьком населенном пункте, то действительно буквально каждый день где-то что-то идет бесплатно, то, что вам может помочь. Поэтому очень желательно искать и подписываться на такие организации, которые делают рассылки. Ну, это может быть городской портал, это может быть некоммерческая организация, это может быть даже коммерческий центр. У нас есть крупная больница, коммерческая, которая регулярно объявляет акции. Там 2-3 месяца дети-инвалиды посещают всех врачей бесплатно. Там надо записаться, все эти документы принести. Но это действительно вы можете и врачей, и какие-то занятия получать. И вот просто нужно об этом вовремя узнать. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на рассылки, потому что масса всего происходит вокруг вас, чего вы не знаете, ну, просто потому что вот этим инструментом не пользуетесь. Что касается нашей организации, то уже в феврале 2020 года мы откроем наш портал «Служба Тьютор». Мы его вот сейчас прямо принимаем у разработчиков, дорабатываем. Мы там также будем рассказывать о том, где что происходит. А самое главное, там родители смогут регистрироваться и находить себе специалистов, которые живут вокруг них. Будут это специалисты, платные, бесплатные, волонтеры. То есть, ну, вот у вас будет доступ к такому сервису, и вы, пожалуйста, вот такую карту вокруг себя будете видеть. То есть, и оттуда уже выбирайте. Многие люди проводят какие-то мероприятия. Вот сами люди бесплатно. У нас есть одна мамочка в фонде, которая печет, 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 ну, что делать. В общем, готовит очень вкусные торты, сама лично из вкусных натуральных продуктов. И поздравляет детей с днем рождения, детей с аутизмом. Ну, вообще здорово. То есть, она прямо к нам обратилась, говорит, «Ну, вы мне рассказывайте, у кого из ваших знакомых детей день рождения, а я буду их поздравлять». Ну, и, конечно, мы эту маму тоже зарегистрируем на нашем портале, чтобы такая возможность была родителей, которые рядом с ней живут, про нее знать. Это я просто как пример. Обязательно нужно ходить на все городские праздники. Никогда не сидите дома, не прячьтесь своего ребенка, ничего не бойтесь. Он у вас самый лучший, он чуть-чуть отличается от других. Но чтобы вот в жизнь-то в эту войти и быть как все, нужно все-таки в жизнь входить. То есть, посещать все культурные мероприятия, какие-то, я не знаю, масленицы, салюты, какие-то гуляния, выставки цветов, музыкальные вечера, ну, все что угодно. Выходите. Вы так много вокруг себя увидите просто от того, что вы вышли из дома на улицу и куда-то пошли активно. Вот просто вы будете, ваш глаз, ваше ухо будет выцеплять кучу информации, что вокруг происходит. И тоже я вам повторю, очень много бесплатного, что делается вокруг. Вы познакомитесь с новыми организациями, познакомитесь с новыми событиями, с новыми людьми, и у вас появятся какие-то новые возможности. Их упускать не нужно. И еще, что я всегда мамам советую, и что вот я сама на себе испытала, и это очень важно. Вы, пожалуйста, сами это тоже, ну, так подумайте хорошо, и знакомым мамочкам это советуйте, потому что это очень много раз поможет. Нужно, если вы поссорились, или что-то там у вас не заладились отношения с вашими родственниками, с соседями, со знакомыми, обязательно со всеми потихонечку обратно подружиться. Я сама на себе это испытала. То есть как-то мы так с моей мамой много лет не разговаривали. Ей вот не хотелось, чтобы было у меня много детей, а у меня детей четыре родилось, друг за другом, до двое больных. И как-то вот мы так с мамой, так наши отношения сошли на нет. Но когда мне стало тяжело, я так маме позвонила, и мама пришла, и мама пришла и стала помогать. И у меня вот так вот один камень, он просто упал в сердце. То есть оказалось, что вот если со своими родственниками хорошо, со своими друзьями все отношения вы не рвете, а наоборот поддерживаете, укрепляете, они вам так здорово могут помочь. Вот их все, эти отношения нужно обратно восстановить или еще улучшить. И это огромная помощь и поддержка и вам, и вашей семье, и вашему ребенку. Что еще? Обязательно нужно дружиться с своими друзьями, у которых есть другие дети, устраивать у себя праздники, ходить с ними на праздники, что-то такое интересное придумывать. Потому что когда у вас дома прикольно, интересно, весело, к вам придут дети ваших друзей, дети ваших соседей, будут это все в празднике участвовать, ваши дети будут охвачены просто вот этими вот социальными связями, вот этими вот примерами, как себя ведут другие дети, что они делают, как они развлекаются, как они там в шарики играют. Это очень-очень-очень важно. Если у вас есть ребеночек с нарушением развития, вы еще больше во всяких детских мероприятиях, будьте в гуще событий. Если мероприятий мало, устраивайте сами, то есть модерируйте эту ситуацию. Прямо привлекайте к себе другие семьи, других детей, потому что это очень важно для вашего ребенка. И вы знаете, вот я расскажу вам такой секрет, это особенность маленьких детей, мы об этом часто забываем. Маленькие дети, они-то ведь не видят особенностей друг друга, они просто играют между собой. Особенности у другого ребенка видят взрослые. И уже вот это начинает, что там давай-ка ты там от него отойди, что-то какой-то не такой мальчик, что-то с этой девочкой. А маленькие дети, они этого не видят. У них все хорошо, они просто играют между собой. Поэтому чем больше вы дадите возможность своему ребенку участвовать в разных детских мероприятиях, пусть он лежит у него, ручки еще там даже в 12 лет вот только начинают двигаться, но он же глазами будет следить за другими детьми. Они упали, он будет смеяться, он будет в гуще этих событий. И многие дети действительно даже не обратят внимания, что он лежит, они, ну просто мальчик лежит, но он с ними все играют. Поэтому вот это очень важно. Восстанавливайте все социальные связи. Если со связями не очень, прямо куйте их сами, создавайте. Что еще можно сделать, как получать бесплатные занятия, как получать деньги на лечение, на отпуск, на какой-то необычный отдых. Вы можете сделать что? Вы можете открыть и ввести свой собственный аккаунт в соцсетях. Это подходит для тех родителей, которые не боятся, не стесняются выкладывать фотографии своего ребенка, не стесняются рассказывать о своей жизни. И при этом не совсем не обязательно быть такими рассказчиками хорошими, владеть прекрасным литературным языком. Самое главное, секрет это интересоваться другими людьми и быть открытыми миру. Я знаю много примеров и вот все больше и больше смотрю вокруг себя. Родители рассказывают о своей жизни, рассказывают о том, какие у них успехи, там как продвигаются дела у ребенка, каких-то своих мелких радостях, событиях. Они потом могут просто у всего этого сообщества начать просить деньги на какие-то свои мероприятия, на покупку коляски или на поездку на дельфинов или еще там на что-то и эти деньги достаточно быстро собирают. Что тут можно порекомендовать? Можно записаться на курсы блогеров, то есть это вполне доступно. Вам там расскажут про различные приемы, как рассказывать про себя, как рассказывать про ребеночка, как вести свой аккаунт интересно. И вот, пожалуйста, вы даже не выходя из дома и живя своей собственной жизнью интересной, интересуясь всем на свете, вы зарабатываете деньги и обеспечиваете своего ребенка. Примеров таких, повторяю, масса. Самое главное – не бояться, не стесняться, быть миру открытым, миром интересоваться. То есть действительно очень перспективное дело, и для этого мало телодвижений нужно делать, нужно просто интересоваться своей жизнью и всем остальным, что в мире происходит. Что еще можно делать? И вот это очень-очень эффективно, и когда родители приходят на консультацию и спрашивают меня, что им делать, я, конечно, беседую с мамой и составляю такое заключение, что-то типа плана действий ей на несколько месяцев, и расписываю какие-то способы развития ребенка, и какие-то тренинги и для ребенка, и для самой мамы, и вот это все так подробно прописываю, но ребенок же меняется, он развивается, и меняется сама ситуация вокруг вас. Поэтому самое хорошее, это взять просто ситуацию в свои руки и пройти обучение, и сейчас таких курсов достаточно много в интернете, даже не нужно никуда ездить, можно просто найти организацию или специалиста, который обучит вас самих. И вы будете уметь определять, как заниматься с ребенком, как менять занятия, если они вам не подходят, как реагировать на его необычное поведение, как реагировать на истерики, как создать среду, в которой он будет учиться, как видеть, что у вас что-то не получается, или как наоборот видеть, что у вас получается, как это все фиксировать, и вы сами будете своими собственными руками помогать ребенку. Да, вы вложите в это деньги один раз, но это достаточно недорогое обучение, вполне подъемное, и оно, как правило, дешевле, чем один месяц хорошего такого курса в каком-нибудь коррекционном центре. Но вы заплатите один раз, и вы будете вооружены, сами вот своими руками сможете менять своего ребенка. То есть, на мой взгляд, это очень крутая штука. Когда-то я сама стала не только руководителем своей собственной организации, я пошла учиться, снова учиться, еще учиться, училась несколько лет подряд. И у меня вот младший мой сын, он должен был не разговаривать, но такой у него синдром, что он вроде бы как не говорящий, но вот, уважаемые коллеги, уважаемые родители, он разговаривает на сегодняшний день, и разговаривает даже простыми предложениями. И, конечно, там у него гнусавый голос, и есть какие-то проблемы, но ребенок стал говорящий. То есть, ну вот, я вот так вот его своими руками взяла и научила. Поэтому рассмотрите для себя такую возможность. Вы сможете помочь своему ребенку, вы сможете помочь другим детям, вы сможете этим просто потом зарабатывать и даже не делать ничего другого, если вам понравится, и вы прям откроете для себя вот эту профессию новую. Я здесь привела ссылочки на тех специалистов, которых я училась сама, которым я доверяю. Это мастерство воспитания школы для родителей Татьяны Шевцовой и Академия образования родителей у Ольги Шаповаловой. Прекрасные специалисты, вот прекрасные. Ни одного, даже замечания, ни одного слова на ум не приходит. Зная несколько лет, постоянно приглашаем, они у нас читают вебинары, получаем очень много благодарностей от родителей, от других специалистов. Поэтому, ну вот, кого сама знаю, того рекомендую. И что еще? Здесь я делаю ссылочку на наш собственный канал просветительский. Это на YouTube канал фонда «Я особенный». То есть все видео, которые вот в наших семинарах мы записываем или в наших вебинарах, мы потом выкладываем. И, пожалуйста, в общем доступе. То есть смотрите прямо по темам, там какие-то у вас вопросы, нашли интересную тему и все, пожалуйста, знакомьтесь. Это все для вас, чтобы вы стали более совершенными родителями и вы могли исправить какие-то проблемы у своего собственного ребенка. Что еще, дорогие родители и специалисты, можно сделать? Ну, вообще у нас сейчас идет такая государственная программа. То есть у нас это по линии образования. Сейчас по регионам идут пилотные проекты, когда родители получают сертификаты на дополнительное образование для детей. Я вот здесь вот сделала красным цветом ссылочку на ролик. Но это наш регион такой. Ролик разместил в интернете. Вы можете посмотреть, там ответы на многие вопросы даются. Если вы даже живете в другую область, у вас все равно что-то там примерно такое же. Так вот, что эта программа дает? Она нацелена на то, чтобы дополнительное образование было у каждого ребенка. И вот неважно, там есть у него какие-то нарушения развития или нет. Вы получаете от государства сертификат. На нем находятся деньги, но не на сертификате, он имеет какой-то номинал, то есть он сколько-то стоит. И вы можете с этим сертификатом пойти в организации, которые вошли в эту систему дополнительного образования, и бесплатно там ходить и получать дополнительное образование для своего ребенка. То есть вам нужно будет просто выбрать, что вам по душе. Поэтому, пожалуйста, вот это тоже погуглите у себя в регионе, узнайте, это называется персонифицированное финансирование, сертификат дополнительного образования, все у себя там узнавайте, вызнавайте, на специальном портале регистрируйтесь, сертификат получайте и вот такую возможность используйте. За это заплатит государство. Тут вот у нас картиночка, это у нас в центре, дети занимаются робототехникой. Бесплатно. Дети все с аутизмом. Что еще, дорогие родители, можно сделать? Вы можете создавать новые родительские организации. То есть вы не обязательно куда-то, вам нужно входить, хотя на первом этапе это, наверное, очень правильно, войти в состав какой-то организации или посотрудничать с какой-то общественной организацией. Но вообще очень даже неплохо вам организовать помощь самим. Почему? Потому что вы сами знаете особенности своего ребенка. Вы нигде не найдете такого спектра услуг полностью, которые вас устроят. И чтобы эти услуги были бесплатные для вашей семьи. Поэтому самое хорошее и оптимальное, но такое трудозатратное, это создавать самим организации. Что можно сделать? Вы можете войти в какой-то родительский чатик, там поболтать, узнать, найти единомышленников. И чаще всего именно так родители находят друг друга. Вот они не живут в соседних подъездах, они находят, как правило, друг друга в интернете. Ну, или в организации, где они тоже встречаются, отпочковываются от этой организации, создают свою собственную. Они создают под себя, под своих детей. И так было когда-то и со мной, и так было со всеми коллегами моими. Вот сейчас это мои любимые коллеги, которые создали свои сильные, прекрасные организации. Когда-то они входили в мою. То есть они, ну, когда они еще были такие слабенькие общественники, когда они были просто родители, они осмотрелись, как это, чего. И создали потом под себя. И все пошло прекрасно, все пошло в них хорошо. То есть не верьте, когда вас кто-то будет отговаривать, кто-то будет говорить, что у вас не получится. Я вам 100% говорю, у вас не только получится. Вы свою жизнь очень серьезно улучшите. Вы заживете новой, интересной, счастливой жизнью. И будете вокруг себя делать доброе дело и помогать очень серьезно своему ребенку. Значит, какие еще есть возможности, вот не заморачиваясь там созданием прямо регистрации каких-то общественных организаций официально. Я знаю, есть такой иностранный опыт, когда родители объединяются и, допустим, где-то они живут неподалеку или даже съезжаются, квартирами меняются. Или они просто договариваются и что делают. То есть они создают такое сообщество, такую группу самоподдержки. И они по очереди занимаются с детьми. То есть, например, за детьми нужен серьезный присмотр, а няню найти, ну, крайне тяжело, и это очень затратно. И это очень тяжело. Вот я знаю, у меня до сих пор большая проблема с моими двумя детьми и с няней. Родительские, вот эти вот такие неформальные объединения, это, по сути, несколько семей, которые занимаются с детьми по очереди. То есть вы сегодня везете детей к нам, и мы тут с ними сидим. Да, да, конечно, я это вам все расскажу. Вопрос такой, родительскую организацию как-то надо юридически оформлять или эту организацию зарегистрировать? Вы можете не регистрировать. Вот я сейчас рассказываю, что вы можете делать, просто создав формальное объединение. Про официальные организации, которые прям могут деньги официально получать, достаточно серьезно, мы поговорим немножко попозже. Я сейчас так это уровень попроще рассказываю. То есть, так вот, что семьи объединяются, договариваются, несколько семей, к примеру, да, и сегодня все дети собираются в одной семье, где с ними сидит мама, она знает, как присмотреть, как занять. То есть, ну, все это у детей идет очень хорошо, потому что они там все вместе, потому что с ними опытный человек, это мама другого такого же ребеночка, или взрослого уже человека, допустим, там, со слабумием или с аутизмом. Завтра все эти дети кочуют в другую семью, то есть, переезжают, и с ними сидит другая мама там, или другой папа, как договорятся, и занимаются, организовывают им все эти занятия, прогулки, кормят, за ними ухаживают. А, допустим, послезавтра все едут в третью. И мне рассказывали о таком опыте из Германии, когда семьи прямо покупают рядом дома, и вот на такую общую лужайку объединен, весь этот вот детячий такой патруль, значит, он там все время проводит каждый день, а родители с ними по очереди сидят. У нас в Екатеринбурге тоже есть такая организация, которую держит несколько мамочек, то есть, она неформальная, она не зарегистрирована, это просто родители так договорились между собой, и там все время кто-нибудь присматривает за детьми, то есть, родители, когда едут на свою работу, в Екатеринбурге есть организация, где родители детей с интеллектуальными нарушениями, дети разных возрастов, но родители хотят работать, и они хотят своей счастливой, интересной жизнью жить. Так вот, каждый день все сводят детей в одно место, там к одной маме, ну там их немного, несколько человек, и все разъезжаются на работу, эта мама сидит там за какое-то небольшое вознаграждение с каждого, она с этим, значит, детячим патрулем занимается, и она их развлекает, она за всеми следит, и, в общем-то, таких, я подозреваю, что вообще организаций много, они себя сильно не афишируют, но я точно знаю, что они есть, знакомятся они в социальных сетях, и вот так вот они организуют присмотр. И это очень хорошо и перспективно, то есть, когда нас начнет поддерживать государство в этом, я уверена, что эти родители будут не только доброе дело делать, и свою проблему решать, и проблемы других семей достаточно дешево и качественно, потому что мы же все мамы, мы же плохого не сделаем, да, своему и всем другим таким же детям. Так вот, еще родители эти будут хорошо зарабатывать, и вот как раз сейчас наша организация «Фонд Я Особенный», мы прямо перед собой видим такую цель и задачу, и кроме того, что мы образовательные программы делаем для родителей, мы с государством на всех уровнях работаем, то есть мы и в переписке, и мы встречи, ходим на встречи, и на круглые столы, и где-то мы спорим, и где-то мы очень даже настойчиво спорим, и мы доказываем, что нам, родителям, нужно вот это. Давайте поворачивайтесь в нашу сторону лицом, и вот давайте наши мамы очень активны, наши семьи, ну, в таких условиях, и им нужно не только вот эту вот лямпу тащить, им нужно зарабатывать. Ну, ведь не все же, да, так справляются, легко играются с этой ситуацией. И мы видим, в общем-то, хорошие перспективы, я уверена, что через несколько лет даже вот такие виды помощи, то есть маленькая такая семейная самопомощь, тоже будет хорошо оплачиваться. А теперь мы давайте, значит, поговорим про официально созданные родительские или некоммерческие организации, которые профессионально будут заниматься, ну, да, в том числе деньги целевые. Я вам тоже про это немножко скажу. Значит, что можно, если вы чувствуете в себе силы, вот вы попробовали, вы уже вот, у вас получается, то есть вы вот такое вот сообщество какое-то неформальное организовали, вы чувствуете себя там уверенно, вы чувствуете, что вы можете больше сделать, ну, почему бы вам не зарегистрироваться? Во-первых, на сегодняшний день государство прямо перед собой, вот такую, ну, наша Российская Федерация, прямо перед собой такую цель поставила, и во многих поручениях президента, и в поручениях правительства, в протоколах заседаний, везде продумываются меры поддержки некоммерческих организаций, поэтому вот этого тоже пути не бойтесь. Это очень-очень хорошая профессиональная дорога, на которой вы не только будете развиваться, посоздавать какую-то помощь и поддержку своему, в первую очередь, ребенку, вот вы его знаете хорошо, и всем другим детям, но вы будете профессионально заниматься этой работой за деньги, которую вам будет оплачивать государство. Кроме того, некоммерческие организации, благотворительные фонды часто обращаются к донорам, то есть ведут с ними работу, ну, донор – это такой термин, то есть просто собирают деньги на свою деятельность, и разные реализуют достаточно крупные проекты. Поэтому ничего в этом страшного, ничего плохого нет, ничего того, что не получится. У вас все получится, это точно. Но будете писать нам, будете писать в другие организации, мы вас будем поддерживать, уставами с вами делиться, консультировать и, в общем-то, вам помогать. Значит, как это сделать? Можно записаться на прием в ваш региональный Минюст, можно обратиться к другим общественным организациям за советом. Вот я сейчас даю такой совет, да. Нужно обязательно определить, чем вы будете заниматься, и вот именно ваше вот это интересное дело, интересная задача, например, создание центра помощи для детей, да, вот оно должно у вас стать идеей, дальше вы просто официально регистрируйте при поддержке своих более опытных коллег и начинайте получать на нее финансирование. Я везде говорю, на сегодняшний день очень серьезная поддержка существует в виде президентских грантов, и люди, которые пробовали писать, президентский грант очень часто его прям вот получают с первого раза, если они подходят к этому серьезно, основательно, то есть это не такая заоблачная вещь. Многие, даже новые организации, получают поддержку на свою деятельность. Ну что такое поддержка на вашу деятельность? То есть ваша работа, ваши действия в отношении вашего ребенка, других детей будет оплачена, и вы прям начнете заниматься этим профессионально. Ну вот здесь вот ниже есть ссылочки на информационные ресурсы про поддержку НКО, как создать НКО, как зарегистрировать, какие вот подводные камни есть, чего наоборот бояться не нужно, какие есть программы, какие есть другие НКО, то есть некоммерческие организации, которые вас поддержат на этом пути. Здесь все по ссылочкам, посмотрите, а когда мы выпустим нашу вот эту сегодняшнюю лекцию видеоролика в YouTube, мы таки наделаем QR-коды, и будете переходить туда, на сайт этих организаций, все смотреть. Вот я сейчас отвечу на вопрос, кто-то мне пишет. Средства неэффективны, дайте родителю деньги, целевые на образование, реабилитацию. Я сама решила, где проходить. Госсистема поддерживает, госсистема. Почему не дать НКО оказывать госзаказ? Вот я вам могу сказать, что на сегодняшний день такой законопроект, он проходит согласование, то есть, ну, пока вы регистрируетесь, пока вы соображаете, чем вы будете заниматься, как вы там будете выстраивать вашу деятельность, строите вашу стратегию, госзаказ этот сформируется, то есть, ваши услуги будет государство закупать. Вот сейчас все в этом направлении идет, и вы, становясь вот такими организациями, вы просто в эту систему войдете. То есть, то, что вы делаете для своего ребенка, для остальных, это будет оплачено государством. Вы очень удобное время вот сейчас этим вопросом заинтересовались, очень много возможностей появляется. Потом, по поводу переобучения родителей, вы, пожалуйста, обратите внимание, посетите сайты в своих службах занятости региональных. Вот, прям повторяю, свои региональные службы занятости. Сейчас есть очень серьезная государственная программа, в которой вложены большие деньги, это переобучение людей, пожилых людей, но и родителей, женщин, то есть, вы можете получить какую-то другую профессию за государственные деньги, и, допустим, не выходя из дома, работать, заниматься то, чем у вас научат. Это большое подспорье. Вот ваши государственные службы занятости, помониторьте сайт у них, ну и вообще в интернете посмотрите. Дальше, что есть еще? Есть такая программа, она называется... Вот я забыла. Это что-то... Сертификат. Вы в почту напишите, кому интересно, я это посмотрю. Вот, ну просто у меня вылетело из головы, мама написала, я вспомнила. Это связано с тем, что семье предоставляется какой-то грант, небольшой прямо семье. Семья покупает себе небольшое оборудование, скажем, там, швейную машинку, или, я не знаю, животных и начинает запускать свой собственный бизнес. Вот я просто не готовилась на эту тему и не посмотрела, забыла. Но вы мне напишите в почту, я вам прям все ссылочки найду, что вам нужно посмотреть. Там суммы-то приличные, какие-то регионы 100, 150, 200 получают, например, оборудовать свой маленький бизнес. И вы вполне можете войти в эту программу. Значит, что еще можно делать? Самое хорошее и самое правильное, и что вас будет развивать на вашем пути, это предпринимать. Если вы что-то умеете делать, и у нас много есть примеров, когда родители особенных детей, сами умея что-то вот заниматься, работать с детьми, это, допустим, тренера, или логопеды, или художники, они просто создавали свой маленький бизнес, когда они помогают своим детям и помогают другим детям. Ну, почему бы вам не предпринимать? Если вы боитесь, что у вас не получится, что вы плохие коммерсанты, вы просто получите сопровождение и поддержку, то есть точно так же погуглите в интернете, рядом с вами будет какой-нибудь фонд поддержки предпринимательства, фонд поддержки некоммерческих организаций, ресурсный центр, вы послушайте у них лекции, вы походите на их занятия, вы снимите все сложные вопросы. Если у вас жизнь так сложилась, что вы старую жизнь не можете вести, но у вас есть ребенок, который нуждается в большом количестве вашего времени, вашей особой помощи, то вы вполне можете, почему бы нет, направить свои знания на то, чтобы создать какой-то маленький бизнес и помощь оказывать своему ребенку и всем другим детям, у которых родители не захотят сами этим заниматься, но они приведут ребенка к вам. Есть много примеров, когда, вот я говорила, папы там тренера детские, они там открывают какие-то футболы для особенных детей, какие-то школы по развитию речи, по подготовке к школе, и зарабатывают, ребенок у них помощью охвачен, другим детям они помогают, денежку им другие родители платят, у них идет своя работа, и они, в общем-то, на хлеб с маслом себе зарабатывают, и ребенок у них далеко не в самых худших условиях, потому что он первый получатель такой помощи. Значит, что часто родители еще делают? Родители прямо не просто сами работают, как индивидуальные предприниматели, или там как какие-то такие самозанятые, когда помогают своим детям и другим детям, родители создают коррекционный центр, собственный. Вот о том, как его создавать, какие механизмы можно использовать, я немножечко сегодня тоже расскажу, но вообще вот очень много мы расскажем еще на следующем вебинаре, где мы будем погружаться в тему вот этого социального обслуживания. Значит, что можно сделать? Ну, во-первых, дорогие родители, вы помните, что вы самые лучшие специалисты по той проблеме, которая есть у вашего ребенка. Вы все равно много знаете, вы многое понимаете, вы вовлечены в этот процесс, вы уже даже нигде не обучаясь, вы, в общем-то, неплохие профессионалы для того, чтобы эту проблему решить. Поэтому, если вы вообще готовы этим заняться, если вы готовы подучиться, если вы готовы на себя взвалить такую ответственность, то вполне можно создать свой собственный коррекционный центр, быть занятыми, работать там официально, то есть, и ваш ребенок, он всегда будет при вас, и всю эту помощь получать, и вы будете неплохо зарабатывать. То есть, ну, я не знаю, тут все ли такие предприниматели, но вообще, если вы такое сделаете, то вы всегда будете не только с помощью для своего собственного ребенка, вы всегда будете сыты, обуты, одеты, то есть, вы свои финансовые вопросы тоже решите. Ну, понятно, что для того, чтобы центр такой иметь, вы какие-то квалификации дополнительные должны получить. Поэтому, вот тоже для себя надо такую возможность рассмотреть, тем более, что очень серьезно сейчас развивается этот федеральный закон. По основам социального обслуживания, это 442-й федеральный закон, когда вы сами, войдя в особый реестр, в реестр организации поставщиков социальных услуг в своем регионе, можете оказывать за государственные деньги своему собственному ребенку заниматься с ним, и вы можете создать организацию, пусть там 3 человека работают, а может быть 33, которая за государственные деньги будет работать с другими детьми, и помогая им. То есть, у вас организация работает в течение месяца, вы формируете отчет по вашей работе, я про документы эти все расскажу в следующий раз, подаете эти документы на компенсацию, государство, ваш орган местный рассматривает эти документы, проверяет там, в основном это все формально, так как вы в реестре поставщиков социальных услуг, то уже понятно, что вы имеете право вот эти все виды помощи оказывать, то есть проверяет, как у вас правильно или неправильно оформлены документы, и потом на вашу организацию приходит компенсация за вашу работу, то есть, что происходит с вашим ребенком при этом, или с вашими детьми, они все по умолчанию получатели вот этой помощи. Кроме того, вам еще за нее же государство платит деньги, за то, что вы сами позанимались со своим ребенком, кроме того, у вас работает организация «Центр», которая помогает другим детям, где работают какие-то профессиональные специалисты, кроме вас, и которая себя сама стабильно ежемесячно обслуживает, то есть, у вас такой развивается серьезный бизнес, уважаемый государством, не смотрите, там какие-то проблемы есть, они со временем все решатся, но вы сможете вокруг себя создать такой островок, когда вы помогли своей семье, помогли всем другим, создали свой бизнес, создали его на основе государственного финансирования. Это очень серьезные перспективы, и, конечно, они будут развиваться, поэтому вот такую возможность для себя тоже надо рассмотреть. Если вы готовы на себя такую ответственность сложить, то там вас будут ждать только, в общем-то, развитие профессиональное и хорошие перспективы для вашего ребенка, потому что он всю эту помощь будет получать. Вот, устраиваемся в систему социального обслуживания, это вот то, про что я говорю, то есть, мы поподробнее об этом, обо всем побеседуем. И снова, вот здесь я пишу это загадочное слово и ППСУ, для тех, кто подошел, снова покажу. Вот так называется это индивидуальная программа, так вот так вот. Предоставление социальных услуг. То есть, это такая серьезная система, которую точно стоит изучить. Просто, дорогие родители, потому что вы уже вот в этой жизни, и вы в ней, вы в нее вовлечены, но давайте тогда из нее извлекать только положительные моменты. То есть, если государство нам позволяет создать вокруг себя небольшой бизнес, давайте его создадим и эту возможность будем использовать. Значит, где можно получить разъяснение по вот этим всем вопросам, если даже чего-то я не скажу, или чего-то будет непонятно, то, что я сказала. Вот здесь вот есть ссылочка на нашу группу в социальной сети. Да, тут на Facebook наша группа, где мы рассказываем обо всех вот этих вот особенностях, как создать, какие документы нужны, какой опыт, с какими проблемами мы сталкиваемся, какие там вопросы могут возникать, как их решать, какие еще наши коллеги этим же самым занимаются. То есть, мы вот эту всю информацию собираем и в эту группу мы размещаем. Кроме того, мы планируем создать союз организаций, который будет как раз наши интересы на уровне государства продвигать. То есть, мы будем тоже заниматься этим профессионально. и всем, кто к нам будет обращаться, мы будем оказывать помощь где-то бесплатно, где-то на льготных условиях, потому что, ну, это тоже организация, которая будет работать этим профессионально, заниматься. Как можно попасть к вам на консультацию, в каком направлении двигаться в работе с детьми? Вы можете написать нам на почту, написать к нам на сайт. То есть, смотрите, дорогие родители, что мы делаем каждый день. Два ребенка. Ну, во-первых, если вы живете в городе Екатеринбург, у нас 28-29 февраля пройдет семинар, где у нас Татьяна Шевцова приедет и будет вас обучать методикам, методикам предупредительным, методикам реактивным, это все термины, но это все ваши и будут инструменты, при помощи которых вы создадите условия для встраивания ребенка в образовательный процесс, и при помощи которого вы будете контролировать развитие своего ребенка. То есть, у кого есть возможность, вы наш этот семинар посещаете, но у кого нет возможности, мы потом будем его записывать и выкладывать в YouTube, в усеченном варианте, потому что тренинги мы, конечно, не будем, в них нет смысла, в них нужно участвовать, но теоретическую часть мы вам всем выложим, то есть, вы сможете с ней знакомиться, это такой вводный курс в тьютерское сопровождение, то есть, мы вас вооружим, создадим такую программу, по которой мы вам так вот ликбез серьезный такой проведем, и вы сможете с какими-то ситуациями прямо самостоятельно справляться. Ну, вот все-таки, дорогие родители, очень всем советую самим пройти обучение в интернете, я привела вам ссылочки на организации, которая обучает дистанционно, рассмотрите для себя такую возможность, потому что, вот один раз потратив деньги, вы получите сами собственные руки инструменты, при помощи которых вы сможете справляться со своими многими-многими ситуациями. Как попасть на консультацию? Вот смотрите, дорогие родители, дорогие специалисты, у нас есть наш сайт, вот здесь видите, внизу каждого слайда, вот «Я особенный», написано латинскими буквами, вы можете в интернете нас найти русскими буквами, набирайте «яособенный.рф», попадаете к нам на сайт и находите там нашу электронную почту. Я сейчас свою личную почту тоже выложу в чатике, для того, чтобы вы могли мне писать и задавать вопросы, и могу выложить еще почту нашей организации. Значит, что мы делаем? Каждый день нам пишет порядка 20 родителей и даже специалистов, и они задают свои вопросы, которые разных-разных-разных моментов касаются. Мы на эти вопросы абсолютно на все отвечаем. И даже если они сложные, и вот я вот здесь написала, яхаитова.ru, сейчас еще выложу электронный адрес, на который вы, наверное, регистрировались на вебинар. Это адрес нашего фонда. На него тоже можно писать. Так вот, мы абсолютно на все вопросы отвечаем. Если мы чувствуем, что мы сами чего-то не знаем, мы всегда обращаемся к экспертам, то есть мы перенаправляем даже вплоть до министра и уполномоченным по правам ребенка писали, ответы получали, перенаправляли мамам. То есть если вот, ну, чувствуем сами, не ответим, мы все равно максимальную помощь вам консультационную окажем. Поэтому вы можете по вашим вопросам к нам писать. Что касается по маршруту для ребенка, да, то есть вот как понять вообще, что делать, что зачем, что в каком порядке, что сейчас важно, что срочно, что можно вообще, на что внимания не обращать. Ну, тут, конечно, вам однозначно нужно будет найти хорошего специалиста, социального педагога или специалиста по прикладному анализу поведения, или хорошему опытному психологу, которого мамы советуют. Вы в чатик зайдите в мамский, посмотрите, там же мамы все делятся. Вот вы попадете на консультацию к такому специалисту, она займет, ну, часа, наверное, полтора. То есть в это время с вами будут беседовать, узнавать, что у вас когда не так пошло, то есть как это все выглядит, как проявляется, как реагирует ребеночек на то или на другое, что он умеет, что не умеет. То есть вот так вот углубленно вот это все специалист прощупает, на какой стадии развития находится сейчас ребеночек. И сейчас я вам расскажу один секрет, что будет происходить дальше. Специалист с вами вместе найдет, где ребенок находится в своих высших нервных функциях, то есть там какой у него уровень социализации там, или уровень речевого развития, или двигательного развития. Так вот специалист вместе с вами, с мамами тщательно-тщательно нащупает, где ребенок на самом деле находится. То есть, ну, ребеночек вот у меня недавно приходил, ему было 12 лет, а ребеночек по каким-то параметрам на уровне 3-6-месячного возраста находится по своему развитию, ну, где-то он там на 9 месяцев. Так вот, что мы делали с мамой? Мы с мамой составляли программу развития ребенку, когда мы ему прописывали занятия не тем, чем с ним приходили из школы, занимались, то есть, видимо, очень сложным привязывались, там его заставляли пирамидку собирать, а он отталкивал руки педагога, хотя он не мог говорить, просто потому, что он вообще-то сейчас внутри себя 3-6-месячная лялька, которая, ну, еще колечки снимет с пирамидки, а собрать и пока ее рано. И мы, то есть, нащупали с этой мамой, где он находится, этот ребенок, и мы составили на границе вот его развития, мы ей составляли план игр, план занятий, и это такой большой секрет. То есть, вы не смотрите, что ребенок такого, допустим, большенького возраста, он внутри себя-то, может быть, еще маленький, он не созрел на этот свой возраст. И вам очень важно найти, где он реально сейчас находится, и на этой границе с ним заниматься. То есть, если он внутри себя 3-6-месячная лялька, вы с ним играете просто в игры на 3-6 месяцев, вы ему читаете и показываете книжки на 3-6 месяцев, вы с ним там играете вот в ку-ку, вот это все, вот это вот ему интересно, за этим он будет следить, он в это будет вовлекаться, в это он будет участвовать. Тут вы с ним сможете нащупать кучу-кучу-кучу его интересов, и тогда он начнет развиваться. Потому что то, что это он может делать, и вот именно там вы будете учить его тому, чему он еще не может делать. Вот поэтому, чтобы, как бы тут задали вопрос, составить такой план действий, ну вот, дорогие мои родители, вы самостоятельно, скорее всего, план действий не составите. Но если вы пойдете учиться, если вы пойдете не только там на тютерские курсы или на какие-то родительские программы, которые вас обучат работать со своим ребенком, и которые будут требовать еще серьезной поддержки, сопровождения со стороны другого специалиста, ну, если вы там дальше пойдете учиться и станете сами таким специалистом, и это возможно, то есть вам даже не нужно иметь педагогическое образование для того, чтобы обучиться прикладному анализу поведения, да, тогда вы сможете определять, как составить программу своему ребенку, как потом по ней работать, на что обращать внимание, на что вообще можно забить, как использовать все окружающие вас предметы, то есть всю среду, которая вас окружает, все игрушки, все занятия, все для того, чтобы развивать вашего ребенка. Ну, для этого надо будет учиться. Если вы этого не знаете, не умеете, то начинать нужно все-таки с хорошего педагога, с хорошего специалиста, к которому вы придете и составите такой план действий. Дальше, да, вы сможете выбрать, либо его реализовать, ну, то есть заниматься по этому плану где-то в центрах, в платных или в государственных, если вам там пойдут навстречу, и тоже вполне встречаются одержимые педагоги, тут у нас сидит сейчас в чатике такой педагог, который учился прикладному анализу поведения, потом помогал куче детей, или в коммерческом центре, или в некоммерческой негосударственной организации, где тоже часто работают специалисты, где вы бесплатно сможете получать помощь, вот о том, о чем мы говорили, да, на вот такой основе, или вы сами создадите свой собственный центр, где будете заниматься по этой программе, но вот сначала, когда вы не знаете, что вам делать, куда идти, вы все-таки с опытным специалистом начните. Но мы тоже делаем такие консультации, то есть мы составляем такие программы плана действий, но я думаю, что тут не только мы, куча народу этим занимается, просто ищите, спрашивайте других родителей, сарафанное радио вас приведет. А дальше уже для того, чтобы не переплачивать за эту всю помощь, потому что это очень-очень дорого, если делать все, родители говорят, что 30-35 тысяч в месяц они отдают, дальше уже вот вам в помощь наше сегодняшнее занятие, то есть наши подсказки, где можно получать, вы их, пожалуйста, используйте, потому что действительно вокруг вас много чего бесплатного существует, но мы вот это просто не умеем все собрать. Государство за аренду помещений покрывает поставщикам соцуслуг. Давайте тогда поговорим про социальные услуги, потому что у меня есть подозрение, что прям некоторые люди сюда пришли, чтобы про это послушать. Вот могу ли я получить какую-то компенсацию, детсаде не хватает? Конечно, во-первых, вы можете получить компенсацию, если вы, допустим, у вас ребеночек тяжелый, и вы не хотите его отводить в школу или в детский садик, вы можете ему организовать семейное обучение, не домашнее обучение, а семейное обучение, когда вы сами занимаетесь со своим ребенком, вы составляете ему программу, и за это получаете компенсацию. Это раз. Значит, второе, вот именно социальные услуги позволят вам получать компенсацию. Я сейчас расскажу про это поподробнее. Значит, что, как свою организацию, как родительскую. Все, сейчас на все вопросы эти отвечу. Давайте-ка я вам расскажу нашу историю, то есть как стали действовать мы. Когда-то, в 2016 году, мы поняли, что вот таких образовательных программ не хватает, что у меня на своих детей просто времени не остается, и дети у меня как бы оказались брошены в результате такой моей деятельности, активной, общественной. Я поняла, что нужно создавать центр. То есть мы создали центр, мы его создали на коммерческих началах, и очень быстро мы ушли на механизм поставщиков социальных услуг. Хотя центр быстро набрал обороты и быстро вышел на самоокупаемость, поэтому не бойтесь запускать свой бизнес. Вот не бойтесь, просто все хорошо посчитайте, посоветуйтесь с экспертами. Так вот, мы быстро перешли на механизм поставщиков социальных услуг. Что это такое? Вы идете в свое региональное министерство социальной политики, или оно там, как у вас называется, соцзащиты, и прямо узнаете, как войти в реестр поставщиков социальных услуг. То есть есть некие условия, это заявления, которые вы должны заполнить, это какие-то документы, которые вы должны приложить, но это ваши учредительские документы на вашу организацию, и это должно быть помещение, или где вы будете проводить социальные услуги, которые вы покажете, когда к вам выйдет комиссия, убедиться, что да, вы действительно создали вот эту организацию, вот это помещение, где будете оказывать социальные услуги. Вот вы идете на консультацию, ну, у нас называется это Министерство социальной политики, задаете вопрос, как войти в реестр поставщиков социальных услуг. Вам все рассказывают, у вас, конечно, еще куча различных вопросов. Вот кому интересно, вы мне в почту напишите, я вам нормативно в правовую базу вышлю. Да, вот, ИП. Так вот, вы все вот это спрашиваете, вот просто что вам в голову пришло первый раз, то есть, ну, вот, чего вы там, какие вопросы у вас накопились. Дальше вы заполняете заявление, и идете с этим заявлением, и показываете просто тому специалисту, который вас консультировал. Достаточно, недостаточно, все, не все, то есть, что-то вам там поправят, что-то вам подскажут, и еще вас дополнительно проконсультируют. Документы, когда ваши будут в порядке, то есть, это, по сути, заполненное заявление со всеми необходимыми приложениями, то есть, документы, которые к нему нужно приложить, их начнет рассматривать ваше местное министерство, ведет вас в реестр поставщиков социальных услуг. Что это такое означает? Это означает, что с этого момента ваша организация может работать, привлекать получателей социальных услуг, которые вам принесут вот такую вот карту, вот такую карту, вы с ними заключите договор, и начинаете с ними работать, делаете то, что вы умеете, и то, что вот здесь написано в виде социальных услуг. Вот я говорю, тема эта большая, я к ней прямо подготовлюсь, наши все механизмы вам разложу, мы на нее соберем тех, кто прям профессионально соберется в этом участвовать, потому что остальным это будет тяжеловато для восприятия. Так вот, вы начинаете работать с этими людьми, то есть, вот по сути, как это выглядит, работает ваш центр, в нем работают педагоги, к вам приходят мамочки, приходится с ими лялечками прекрасными, у которых, например, аутизм и умственная отсталость, еще какие-то там другие есть проблемы. Ваши педагоги с ними работают в течение месяца на основании договора и на основании вот этого документа и ППСУ. По завершении месяца вы собираете такой отчет, куда прикладываете все документы по всем детям, которые у вас помощь получали, и подаете этот отчет в тот орган, где вы получали разрешение на вхождение в реестр поставщиков социальных услуг. Вы сдали отчет. Вот этот отчет – это финансовый документ. То есть, у вас чиновники его изучают, они смотрят, чтобы все там в нем было, чтобы все цифры совпадали, чтобы вы каким-то там еще требованиям отвечали, например, чтобы на вас там никто не нажаловался. Ну, жалуются очень редко. На нас жаловались пару раз, но так это все мы это объяснили, что там на самом деле происходило. Этого тоже, пожалуйста, не бойтесь. Если вы будете работать, у вас все будет хорошо. Все вы с всем разберетесь, и никаких особых проблем не будет. Пусть вас это не пугает. Вы сдаете этот отчет, и чиновники рассматривают и принимают решение, они его ни принять не могут, потому что вы в реестре поставщиков социальных услуг, и вы отработали, и вы сдали все документы, и чиновники принимают решение, о выплате вашему центру компенсации. То есть вот когда у нас работал наш центр, в нем 80-85 детей каждый месяц помощь регулярную получали, и ходили прям регулярно на занятия, а механизм оказания этой помощи были социальные услуги, то есть наши занятия были составлены из социальных услуг, так вот дети ходили регулярно, кто-то ходил 5-6 раз в неделю по несколько часов, и вот наш такой центр в месяц получал компенсацию, там 700-800, даже 900 тысяч рублей, то есть это деньги, которые регулярно платит государство, и которые поддерживают в рабочем состоянии ваш центр. Это неплохой бизнес для тех родителей, которые готовы этим заняться профессионально, помогать своим детям и всем остальным. Вот здесь вот есть вопрос, я ИП, у меня центр развития социальными услугами, как мне можно зарегистрировать свою организацию как родительскую? Ну, вы, вот презентажку я, конечно, вышлю, но здесь есть прямо слайд, что вам можно сделать. Вот видите, вот прекрасный слайд, то есть чего начать? Идете, записываетесь на прием, либо в Минюз, там, как правило, есть отдел, который занимается некоммерческими организациями, и там, как правило, очень-очень охотно с вами беседуют и все, что знают, рассказывают. И даже могут, вы можете обращаться, когда будете писать устав, или возьмете у кого-то другого образец устава, будете ходить на консультацию, где вам с большой вероятностью все это будут подсказывать. Можно обратиться к другим общественным организациям, где вы зададите этот вопрос, но вы придете уже с чем-то конкретным. То есть, ну, устав, вы можете мне вот написать в почту, что я вам вышлю несколько вариантов устава, но у вас же там своя деятельность, то есть вы то, чем хотите заниматься, вы же это у себя в голове держите. То есть вы можете сходить к своим общественным организациям и поговорить, а как это у вас устроено, как вот это, подскажите, поделитесь. Ну, вот запросто они вам тоже подскажут, потому что мы обычно поддержим друг друга. Дальше, когда вы запустите регистрацию в своей общественной организации, в своей некоммерческой организации, сразу же осматривайтесь в поисках таких интернет-ресурсов, которые вас будут поддерживать. То есть какие-то сайты, где помощь для общественных организаций, да, информационная, как, чего, куда за поддержкой обратиться, как юридические вопросы решать. Какие-то группы в социальных сетях, которых много. Ну, вот я нашу группу здесь вам привела. Вот ссылочка, видите? То есть мы там всю информацию выкладываем, мы не только про свой фонд рассказываем в отдельной группе в социальных сетях, которая называется «Фонд Я Особенный», мы рассказываем о деятельности нашей, как НКО, то есть вот эти все проблемы, с которыми сталкиваемся, как получать компенсацию, как получать гранты, какие где сейчас розыгрыши грантов происходит, как собирать деньги при помощи фондрайзинга, как обращаться к донорам, доноры – это организации, другие ли физические лица, обеспеченные люди, которые вас поддержат. То есть мы там делимся, и есть очень много других таких групп, где вы это все будете, информацию это получать. Значит, тут еще был вопрос про аренду, что будет ли оплачивать государство аренду. Вот смотрите, тут все зависит от региона, то есть в каких-то регионах есть прямо, особенно в небольших городах, особенно в небольших городах, есть прямо такая помощь, когда вам предоставляют помещение для того, чтобы вы там такой вели социальный бизнес, то есть вот этим занимались. Вам прямо нужно тоже пойти записаться, опять возвращаемся к чиновникам, записаться на консультацию, пойти в свою администрацию районную, или в свою городскую администрацию, или в областную администрацию, записаться прямо на прием, ну и губернатору запишитесь, вас примет какой-нибудь зам, и задайте ему такой вопрос, а скажите, пожалуйста, каким образом я могу получить поддержку на оплату моего помещения, где я буду заниматься оказанием социальных услуг. Вообще, вот так, вообще, тот механизм социальных услуг, который есть на сегодняшний день, но он такой сыроватый, но он развивается, и мы тут, как я уже сказала, тут бьемся за то, чтобы этот рынок социальных услуг возник. Механизм этот предусматривает, чтобы вы включали все свои расходы, то есть если у вас работают специалисты, вы им платите зарплату, вы платите за них налоги, вы арендуете помещение, вы платите за электроэнергию, вы платите за интернет, за телефон, за охрану, вот эти все расходы, вы должны за них получать компенсацию. Ну, вот если вы начнете в эту тему погружаться, вы сразу увидите, какие проблемы есть, в каком регионе это все получше, в каком регионе это все похуже, но вот дорогие родители и специалисты, которые здесь находятся, и хотят вот этот вот такой свой бизнес развивать, я вам открою один секрет. Если вы не будете активными, если вы не будете наседать, если вы не будете встречаться с чиновниками и с другими организациями, если вы не будете это все узнавать и пробивать, ну, это будет все дело приближаться медленнее. То есть, а если мы этим всем будем заниматься, то на наш век еще хватит, мы с вами устроим такой справедливый рынок социальных услуг, то есть, такую систему, которая помогает нам справиться со своими, вот такой проблемой, которая у нас в жизни случилась, да, всем другим родителям, при этом создавая организации, которые поддерживают друг друга, которые получают государственное финансирование. Тут нужна активная позиция. Спрашивают, мне задают вопрос, где вы находите специалистов для работы в НКО? Все специалисты в коммерческих получают намного больше, чем в НКО, даже в коммерческих центрах сложно найти в свободное время у специалистов. Вот отвечаю вам на ваш вопрос. В НКО мы нормально находим на рынке труда нормальных профессиональных специалистов. Мы не ищем каких-то там волонтеров или кто там будет, это что-то подешевле. Мы нормально даем объявления на сайты, на которых все люди ищут работу и где ищут специалистов, и прямо пишем, что нам требуется такой-такой специалист, но на всякий случай указываем, что для работы в НКО. На самом деле, на сегодняшний день ситуация изменилась. То есть, может быть, 10 лет назад все было такое волонтерское, бесплатное, была такая идеология, что вот человек может работать целыми месяцами и годами, за это деньги не получать. Сейчас это не так. Сейчас специалисты в НКО получают столько же, а иногда и даже больше, чем в коммерческих организациях. Например, наш центр, который работал, у меня специалисты получали больше, чем получали педагоги в школах. Это все механизм социальных услуг, то есть, про который я буду рассказывать, про который немножко рассказала. То есть, мы создали, сначала у нас была родительская организация, потом это стала профессионально-некоммерческая организация, потом мы перешли, вот уже серьезно открыли центр, перешли на механизм социальных услуг, и у нас был нормально работающий центр, в котором специалисты белые зарплаты получали выше, чем по рынку. То есть, где мы ищем специалистов? Мы ищем их там же, где все работодатели ищут. Но для того, чтобы, я подозреваю, что такой вопрос могла задать организацию, у которой нет достаточного финансирования, вот я вам скажу, что для того, чтобы достаточное финансирование было у НКО, нужно для себя несколько источников дохода рассматривать, то есть, гранты, пожертвования и социальные услуги. И тогда ваши специалисты будут неплохие деньги получать. Смотрите, что, уважаемые родители и коллеги, каждый регион нашей большой родины создает свою нормативно-правовую базу, то есть, местные законы, по которым это все работает. Сам регион эти законы пишет, инструкции, постановления, как входить в реестр, как работать в реестре, как получать компенсацию. И тарифы тоже считает сам. Поэтому я могу, конечно, вам выслать то, что есть у нас, для ознакомления, но правильнее будет вам пойти все-таки в свое министерство социальной политики или свой департамент социальной политики, если вы в Москве, то это в Москве тоже называется, и получить там консультацию. Потому что, ну, просто вам, чтобы два раза бумаги вот эти не перебирать. Хотя я говорю, я могу вам еще что предложить. Вы, когда свое прочитаете, вот это то, что вам выдадут, там вот такие большие толмуды, да, с документами, у вас возникнут вопросы, вы мне можете в почту писать, и я вам буду на них отвечать. Даже если не сразу, то все равно отвечу, вот все, что знаю. Или подащу вам каких-то экспертов по этим вопросам в Москве. Значит, где в Москве еще можно узнать по механизму вот этому социальных услуг, как оказывать, на что ориентироваться. У вас есть центр лечебной педагогики, вот название, запомните, центр лечебной педагогики, он еще есть где-то, по-моему, в Воронеже. Так вот, это поставщик социальных услуг, очень опытный. Они компенсации получают с 2016 года, и на сегодняшний день организация вышла на очень стабильное, серьезное финансирование за счет вот этого механизма. Вы поэтому прямо запишитесь на консультацию, скажите, что вы планируете этим заняться, и попытайтесь своих коллег узнать. Возможно, у них есть тоже какой-то чатик, где они об этом рассказывают. Далее, дорогие коллеги и родители, есть такая группа, она называется СОНКО, поставщики социальных услуг. Я вам сейчас название ее вышлю, я вам сейчас даже ссылочку на нее вышлю. Вы в этом чате найдете людей, которые тоже, скорее всего, в вашем регионе этим занимаются, или которые могут вам из другого региона подсказать, и, возможно, там сидят чиновники, и самое главное, там сидит много общественников, которые не только разбираются, они этим живут, очень интересуются, вы прямо там с ними вступите в переписку, и вы много для себя узнаете, то есть это такая информационная поддержка. Вот найдите эту группу в Фейсбуке, СОНКО, поставщики социальных услуг. Вот там обязательно зарегистрируйтесь, там много-много вы информации подчеркнете. Проверки вам точно бояться не надо, потому что если у вас в порядке все документы, то есть вы зарегистрированы, вы деятельность свою ведете, действительно занимаетесь тем, что у вас в уставных документах написано, действительно к вам ходят дети, то есть родители вам подписывают акты, вы их там не рисуете, а вам подписывают реальные люди, которые от вас получают помощь, то у вас, в общем-то, проверят ваши документы, поэтому в первую очередь вам нужно будет тщательно следить за вашими документами, чтобы они у вас все были, чтобы они были у вас оформлены без ошибок, чтобы они там соответствовали тем стандартам на документы, которые у вас на месте утверждены. Ну вот и все. Ну придут к вам еще чиновники, посмотрят, что вы действительно занимаетесь. Кто вам рассказывает какие-то ужасы, что ужасные-ужасные проверки, там прямо всех сильно замучили, ну это будет, скорее всего, преувеличено, потому что, как правило, местные чиновники, они вообще у них это дело сильно не развито, и им нужно отчитываться, что у них вот есть поставщики социальных услуг, и они вас и проконсультируют, и помогут, и поддержат, и сильно к вам придираться не будут. Есть вопрос. Чтобы в реестр войти, нужно ИП оформлять. Вы можете оформить индивидуального предпринимателя, вообще самое простое, и в каких-то регионах это даже бесплатное оформление, и налоги у вас там будут крохотные, и мизерные, и с этим пакетом документов, то есть со свидетельством на индивидуальное предпринимательство, войти в реестр. Это очень здорово, хорошо и удобно, то есть вы можете и платные услуги оказывать, и оказывать услуги по ИППСУ бесплатные, и вы можете, у вас есть хороший маневр, чтобы таким делом заняться таким делом, и вообще перестать потом оказывать социальные услуги, стать социальным предпринимателем, то есть такой большой спектр у вас возможностей, и там удобно использовать расчетный счет, распоряжаться этими деньгами, то есть у вас таких обязательств, таких особо жестких нет, и более того, куча всяких программ государственных существует, которые направлены на то, чтобы у нас размножались индивидуальные предприниматели, то есть государство старается все-таки вот такую частную инициативу поддерживать, поэтому это классная идея создать ИП, для того, чтобы стать поставщиком социальных услуг. Вы можете создать коммерческую организацию, ООО, пожалуйста, вы можете создать некоммерческую организацию, НКО, наша организация вообще называется благотворительный фонд, и мы тоже поставщики социальных услуг. Любая организационно-правовая форма, может быть в реестре поставщиков социальных услуг, и государственная организация может быть, и оказывать социальные услуги. Это такой, вообще, это такой хороший бизнес, то есть, чтобы вам не говорили там про то, что это вот какое-то общественное дело, и такое вот оно, все какое-то непонятно, это прямо-прямо хороший, добрый бизнес, который помогает вам, вашей семье, который помогает вашим детям. Обязаны ли поставщики вносить ежемесячные данные в катарсис? А что такое катарсис? Ну-ка, скажите, пожалуйста. Поставщики вносить ежемесячные данные в катарсис. Ну, вообще, действительно, поставщики, я пока начну отвечать, поставщики социальных услуг действительно должны подавать данные о получателях социальных услуг ежемесячно, да, должны. Но что делали мы? Так как мы не просто предоставляли социальные услуги, мы получали за них компенсацию, и мы сдавали ежемесячные отчеты, то есть мы там прописывали все данные о получателях социальных услуг, мы их вот прям вот специально никуда не вносили, а мы просто подавали наши отчеты. Поэтому, когда с нас требовали еще куда-то вносить эти данные, мы просто говорили, ну, читайте наши отчеты, вам надо, вы заносите. Да, вот программа, где фиксируются все получатели и поставщики, пройденные услуги. Кроме того, мы предложили нашему региональному министерству социальной политики ерундой не заниматься, то есть не заставлять проделать людей двойную работу, сначала делать отчет, а потом вносить вот эти вот данные еще второй раз куда-то. Мы предложили просто создать программу, которая позволит подключить всех поставщиков социальных услуг, то есть весь вот этот вот маленький бизнес, который формируется. У нас несколько организаций, больше 20 негосударственных поставщиков. Так вот, подключить к этой программе всех поставщиков, которые электронно будут посылать свои отчеты в удобной для себя форме и одновременно подавать эти данные. И вот сейчас наше предложение рассматривает, да, есть такой закон, ну, наш региональный, да, мы должны подавать данные, но так как мы подаем отчет ежемесячно, мы по умолчанию эти данные передаем. Значит, что, вот как еще могу ответить на ваш вопрос? Для того, чтобы начать этим заниматься предоставлением социальных услуг, вы возьмите, вот, как я говорила, всю нормативку, нормативную базу, да, в своем региональном министерстве или в другой общественной организации, запросите. То есть, если вы находитесь в Свердловской области, вы мне прямо вот сейчас пришлите нашу, мне на электронную почту запрос, я вам там выслала, я вам всю полностью нормативку вышлю, потому что, ну, где-то раз в месяц ко мне приходят мои коллеги, у меня есть уже такой пул документов, который точно нужно прочитать, и даже образцы электронных этих документов. Я еще делюсь этим всем. Вот. Так вот, чтобы вам нигде не ошибиться, вы когда получите вот эти вот законы, да, постановления ваши региональные, на основании которых работает вот этот весь механизм, вы их внимательно изучите. Если вы не понимаете, там тоже сложный такой чиновничий язык, вы прямо себе вот это все подчеркиваете и идете с этим снова в министерство или в ту организацию общественную, где вы консультацию получали, и вот это все уточните. Для чего это нужно делать? У вас сложится в голове картина, что можно, что нельзя. Потому что, ну, зачем вам нарушать законы, когда их легко и удобно можно совсем даже не нарушать. Нормально создать организацию, которая будет работать, приносить вам доход и обслуживать ваших детей, других детей, никакие совершенно законы не нарушая. Поэтому вы инструкцию вот эти вот прочтете, что будет непонятно, зададите вопрос тому, где вы их возьмете, и у вас эти вопросы снимутся. Вот еще раз повторяю, если вы в Свердловской области находитесь, то вот еще сейчас я вам снова вышлю свою почту, даже личную, вы мне на нее напишите, а я вам просто все перешлю. Я вообще вижу цель нашей организации как можно больше, вот в создании сети других таких поставщиков социальных услуг, других организаций, потому что чем нас будет больше, тем крепче и надежнее будет система, в которой мы все находимся, тем больше помощи получат наши дети. Вот это вот мой электронный адрес, на него вообще пишите. Я все равно на все письма отвечаю, даже если я молчу, это не значит, что я вас игнорю, это значит, что я очень-очень-очень занята. Все равно доберусь, и все, что знаю, все расскажу, ничего у себя не оставлю. По социуслугам, насколько они адекватны, реальным расценкам. Смотрите, что я вам сейчас расскажу. Вот у меня ахта нету, чтобы показать, но ничего. Значит, над тарифами мы сейчас работаем, по крайней мере у себя в регионе, мы проводим огромную работу, то есть мы тут с чиновниками боремся. Вчера мы только встречались с целым аналитическим отделом, где объясняли, почему у них тарифы экономически не обоснованы, и даже добились того, что будет министерство, закажет исследования на рынке, и будут тарифы эти пересчитаны. Но даже сегодня, сегодня по вот таким экономически необоснованным тарифам, называя там неадекватной, вполне себе можно работать. Конечно, эта работу нашу усложняет, потому что, смотрите как, если вы посмотрите не только на тарифы, но и на стандарты социальных услуг, на стандарты, то есть описание вот этой самой услуги, вы увидите, что там заложено в нее какое-то время, ну, допустим, до полутора часов, или там до сорока минут. И пусть на нее даже будет дешевый тариф, ну, какой-то там копеечный, скажем, 68 рублей, пусть это вас не пугает. Почему? Потому что у нас есть такое постановление правительства 12.85, помню, это декабря 2014 года, это все можно посмотреть, напишите мне, я вам почту вышлю. Так вот, это постановление правительства говорит нам о том, что мы оказываем услугу и должны этой услугой покрыть все свои расходы. То есть, мы, оказывая какую-то социальную услугу, даже по дешевому тарифу, мы не будем ее оказывать полтора часа или сорок минут. Мы ее оказываем ровно оплаченное нам время. Если вы посчитали все свои расходы с арендой помещения, с оплатой труда специалистам, что вы можете вот этим тарифом покрыть 7 минут или 10 минут своей работы, вы предоставляете эту социальную услугу 7 или 10 минут. Из всех социальных услуг вы просто составляете пакеты, это такой комплекс каких-то действий, которые вы оказываете клиенту. И вот этот пакет, он уже достаточно себе имеет рыночную стоимость. То есть, вы не полтора часа занимаетесь за 68 рублей с ребенком, а вы 7 или 10, или сколько там у вас. Прямо посчитайте, сколько вам оплачивает вашего времени этот тариф. И именно столько времени вы и занимаетесь. А оказывая эти услуги несколько подряд, вы можете заниматься час, вы можете заниматься с ребенком полтора часа, то есть, как я говорю, вполне себе рыночная цена выходит. То есть, ваши расходы покрываются этим тарифом. Но это все усложняет нашу работу, и поэтому мы сейчас и с местным правительством, с региональным, и с федеральным, не так успешно, как с местным, но тоже я верю в то, что мы добьемся того, чтобы рынок стал справедливым и прозрачным. Мы ведем работу над тем, чтобы услуги социальные стали почасовые и экономически обоснованы. То есть, чтобы вам, как поставщику социальных услуг, за ваш час работы платили столько, сколько этот час стоит на рынке, пусть не по самой дорогой цене, не по верхней границе, но чтобы это было в рынке оплата вашего труда. Поэтому так вполне тоже можно работать. Вы уже сейчас можете стартануть и нормально развить свой бизнес, даже не глядя на эти тарифы. Но кого-то они смущают. Нас они в 2016 году не смутили. Нужно просто изучать документы, как я и сказала. То есть, вы запрашиваете просто всю нормативку, смотрите в нее, и вы там увидите много возможностей, как можно работать. Так мы сделали в 2016 году. Наш центр проработал 3 года и вполне себе окупался все это время. То есть, у нас педагоги, белые зарплаты, интернеты, какое-то оборудование, все мы покупали. А в этом случае не будет противоречия с количеством социальных услуг, которые заложены в индивидуальных программах у детей с ОВЗ. Вот тут тоже от региона к региону. Вы в какой области находитесь, где проживаете? Ольга. Я пока буду рассказывать. Вот смотрите, как, мои дорогие, Самарская. Отлично. Привет, Самарской области. Сейчас я вам расскажу. Смотрите, действительно, когда... Вот у нас такой опыт, да. У нас, когда эта система начинала работать, многие социальные услуги были неограничены в ППСУ. То есть, услугу можно было предоставлять по мере необходимости. Потом, в 2019 году наш министр, не знаю там, что на него нашло, то ли деньги решил поэкономить, то ли вообще решил махом от головников избавиться в виде размножающихся поставщиков социальных услуг. Приказ такой издал, в котором услуги эти резко ограничил. Но самое интересное, что когда мы стали считать вот эту вот всю программу, да, то есть составлять из нее снова уже из ограниченных услуг какие-то комплексы, да, какие-то такие пакеты для того, чтобы оказывать ребенку, вот, дорогие коллеги, выяснилось, что это тоже выгодно. Единственное, что это очень неудобно. То есть, вам приходится огромные данные собирать, составлять из них какие-то комплексы, да, то есть они вот много-много-много, они ограничены там по-разному, они копеечные, но из них можно составить какую-то такую программку на день, да, которую ты оказал, и все у тебя по рыночной цене, твоя работа все-таки оценивается. Бояться этого не нужно, главное ничего не нарушать. Если вы ничего не нарушаете, то это все можно делать. Вот, когда мы пересчитали уже ограниченную эту попысу, выяснилось, что мы очень даже можем работать с детьми. То есть, например, можно смотреть, как пойти, каким путем. Социальные услуги есть в трех формах социального обслуживания. Стационарный, полустационарный, с выходом на дом. Мы увидели, что, выходя к ребенку на дом, нам не нужно ни платить за помещение, ни содержать какие-то там дополнительную уборщицу, да, которая будет убирать центр, какого-то охранника, платить там за охрану, за там лишние кабинеты, закупать какие-то лишние игрушки и не нужно нести никаких трат. Можно выйти к ребенку на дом и составив, опять же, эти же самые пакеты, просто в меньших объемах оказываемую помощь, нормально развивать вот ваш маленький бизнес. То есть, вы просто не бойтесь, вас, конечно, будут стараться ограничивать, пугать, что это не получится. Вы просто хорошо изучите документы. Ходите нам, пришлите, мы посмотрим, что там у вас, вам что-то подскажем со своей стороны. То есть, когда наши вот так поступили, мы все равно увидели возможность спокойненько себе работать и продолжать делать то, что нам интересно и то, что у нас хорошо получается. Сейчас еще раз я название ее вам напомню. Это московская группа, называется СО, НКО, поставщики соцуслуг. Вы ее, пожалуйста, в Фейсбуке найдите, туда подпишитесь, потому что там такие достаточно известные прогрессивные общественники, которые в том числе вот эту тему двигают на федеральном уровне. Они ее ведут и они очень много с вами чем поделятся. Перечень соцуслуг зависит от региона, да. Вот перечень социальных услуг, тарифы на социальные услуги и региональные нормативно-правовые акты, то есть, как, чего, вот в мелочах там все работает, разрабатывает регион. Поэтому, чтобы узнать, как это все действует, как это все работает, надо прям пойти к чиновникам, то есть, ваше министерство социальной политики, записаться на консультацию, как там она у вас называется, и задать вот эти вопросы. Не бойтесь спросить какие-то глупости. Вот я за свою жизнь глупость и глупых вопросов задала какое-то вообще море огромное. И никогда не стеснялась, и никогда не чувствовала, что это стыдно. У нас вот так. Теперь вопрос идет такой. У нас 80% СО переведены в ОНО со всеми вытекающими. Смотрите, что. У нас такая же самая история. То есть, у нас в реестре, по-моему, 186 поставщиков, из них там 150 – это государственные, которые не оказывают социальные услуги, но вот они в реестре, да, все равно. 28, по-моему, это не государственные, из которых половина – это на самом деле государственные организации, которые дружненько перешли в реестр социальных услуг, делают вид, что они вот прямо такие, это сами по себе НКО. Но ничего страшного в этом нет. Вообще не бойтесь, не волнуйтесь, что произойдет в ближайшее время. То есть, рынок социальных услуг развивается. И этот процесс остановить нельзя просто потому, что есть федеральный закон, в рамках которого все происходит. То есть, шарик катится в нужную сторону. Вот эти все центры, которые из государственных переведены в типа в НКОшки, да, они все, ну, к сожалению, они отомрут своим путем, просто потому, что они искусственно созданы. То есть, ну, то, что искусственно, оно такое нежизнеспособное. Поэтому, ну, пусть ничего страшного, каким образом они вам помешают. Вы занимайте свою нишу и работайте в ней. То есть, ну, пусть там ваши бывшие государственные коллеги, сейчас НКО что-то там пытаются сделать. Ну, может быть, кто-то из них продвинется. Ну, то, что 80%, ну, это искусственно поддерживающий, поддерживаемый процесс. То есть, он нежизнеспособный. Это просто отомрет естественным путем. А вы в это время будете развиваться, будете эту систему создавать, будете укрепляться. Ну, и пусть они там государственные. Чего они вам? И я вас уверяю, что они вам конкуренцию толком никакую не создают. Просто потому, что получатели социальных услуг потенциальных просто море. То есть, там, конкуренция может наступит лет через 5-6, не раньше. Вы к тому времени уже очень сильно укрепитесь, как поставщик социальных услуг. Они вам вообще не страшны будут. Так, мне пишут, вы правы, соглашаюсь с вами. На данный момент у нас основной источник гранты социальных услуг. Я немного побаиваюсь, но полагаю, что нужно пробовать. Вот вообще не побаивайтесь, вообще ни одной минуты не побаивайтесь. Однозначно расчищайте у себя время и изучайте этот механизм. Почему? Вы, если не коммерческая, ну, даже и коммерческая организация, берете гранты, у вас должно быть несколько источников финансирования. То есть, вот на одних грантах сидеть нельзя, не потому что там это грантовая игла и бла-бла, но просто закон вот такой, что у вас все яйца нельзя хранить в одной корзине. Нельзя иметь один источник поступления средств, даже если это социальные услуги. И гранты, и социальные услуги, и платные услуги, которые у вас тоже будут. И еще какие-то, допустим, четвертый вариант – это пожертвования от граждан или пожертвования от государства, от бизнеса. Почему? Ну, вот наш пример, да, то есть, наша организация, наш центр работал полностью на социальных услугах, то есть, там, ну, за счет грантов мы покупали кое-что, ну, какое-то и оборудование иногда, но в основном за счет грантов реализовали отдельные проекты. Центр работал только на социальных услугах. И, ну, тут еще есть объективные причины, то есть, это новое совершенно направление, тут с нашими чиновниками мы не договорились, да, ну, как-то они тут против нас, тут что-то бороться начали, ну, против моей, видимо, личности, потому что моя задача была всех вокруг просветить, на эти рельсы поставить. И, в общем-то, мы победили в результате. Но не в этом дело. А дело в том, что центр у нас работал только на социальных услугах. Там платных были какие-то копейки, 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 слезы, то есть, мы от них ушли, гранты мы тоже направляли на совсем другие проекты. И получилось, что как только у нас возник серьезный конфликт с чиновниками, они нам перестали оплачивать компенсацию, у нас просто наш центр вынужден был закрыться, потому что наш арендодатель, ну, сказал, что я с вами аренду продлевать не буду. Вот вам пример, как центр, ну, вообще какой-то вот бизнес, да, социальный, который работал только на одном источнике финансирования. Ну, вот так вот он, значит, такая беда у нас произошла. Много есть историй в социальных сетях и в СМИ. Вы посмотрите, фонд «Я особенный» потерял помещение. Это был какой-то вообще шум до самого неба. Это вам пример. Поэтому, если у вас гранты, 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 обязательно рассмотрите для себя социальные услуги и обязательно еще какой-то источник финансирования. Хотя социальные услуги – это очень хорошо, и когда это все разовьется, это будет хороший устойчивый доход. Так, вопрос. Расскажите, пожалуйста, про услугу дневное пребывание в вашем регионе. Спасибо. Вот дневное пребывание, я так понимаю, что это полустационарная форма социального обслуживания, которая у нас была. Ну, возможно, вы что-то другое имеете в виду. То есть у нас вот сама такая услуга. Мы ее не оказывали как дневное пребывание, но вот то, о чем мы с вами говорили в процессе вебинара, когда мамочки присматривают за другими детьми, такие же, как у них у самих, да, это вот очень хорошо и круто, потому что сейчас это происходит так. Родители объединяются и привозят всех своих детей в одно место, и какая-то мама или папа или семья за ними следит, и за это платят родители. По-хорошему нужно просто добиваться, чтобы за это платило государство. То есть, чтобы серьезная, хорошая оплата шла тому там родителю или специалисту, который этим занимается. Да, для этого надо будет, скорее всего, создать организацию, но организация сама себя будет обрабатывать и будет развиваться от этого. То есть, вот у нас сейчас дневное пребывание вот так сильно не поставлено. У нас была полустационарная форма социального обслуживания, где мы оказывали свои социальные услуги, но у нас родители по полдня находились с детьми за счет социальных услуг. То есть, чего-то у нас только не было, и праздники, и занятия, и родительское обучение, и родительское консультирование, и присмотр уход, и организация досуга, и что только, в общем, куча всего. Тут надо вам посмотреть вашу нормативную базу региональную. Вам нужно пойти и начать с того, чтобы получить хорошую консультацию своих чиновников. Они вам либо будут содействовать, либо они вам будут противодействовать. Если они вам противодействуют, все, выходите спокойно, даже не тратите свои нервы, и пишите им хороший, качественный запрос, то есть, вы им пишете на имя министра письмо, я такая-такая, прошу мне разъяснить, вот это, вот это, вот это, и обратно свой домашний адрес или адрес вашей организации. Они вам просто обязаны будут дать ответ. Дальше идете в общественную организацию, какую-то у вас все равно есть, и узнаете что-то у них. Если же у вас вообще ничего нет, то вот пишите прямо в общественную палату Российской Федерации, то есть, там есть комитет, который по развитию поставщиков социальных услуг, я не помню точное название, посмотрите на сайте общественной палаты, либо напишите мне, я вам прямо скажу, как это называется, пишите обращение, связывайтесь, это такие эксперты и общественники очень активные, и они вам просто заставят ваших чиновников дать вам более развернутый ответ или сделать им запрос, получат какие-то сведения, которые для вас очень важны и тоже вам ответят. Ну а дальше все зависит от вашей настойчивости, потому что, ну вот, к сожалению, розами у нас путь не выслан. Но если мы настойчивы, если мы идем к своей цели, то у нас все получится. То есть, вот попробуйте начать со своих чиновников, запишитесь на консультацию, не ответят, запрос и в общественную палату, и в другие организации, ваши региональные, потому что вот все-таки местную нормативку знают вас в регионе лучше. Так, если вопросов больше нет, снова пишу вам свой электронный адрес. На него можно задавать, здесь в чатике, на него можно задавать все ваши вопросы. Еще раз говорю, чем смогу, тем помогу. То есть, чем не смогу, идите у себя, у своих чиновников узнавайте, будьте настойчивы, идите в свои общественные организации, узнавайте у них, пишите в общественную палату, пишите своему губернатору, пишите министру труда, то есть, вот прямо будьте настойчивы в получении информации. Сейчас, если вопросов нет, буду с вами прощаться, потому что наше время уже закончилось. Всего вам хорошего, успехов вам в воспитании ваших детей, успешно вам создать вашу организацию. Я уверена, что все получится. Все люди, которые сегодня пришли, это не случайно, это уже вы половину дела сделали просто от того, что вы стали этим интересоваться. Ни одной секунды, ни одной минуты не сомневайтесь. Все будет хорошо, все в вашей жизни выстроится в нужном направлении. Вы поможете своим детям, своей семье и станете отличными профессионалами. Всем успехов, пишите нам, задавайте ваши вопросы, мы будем стараться отвечать. Всего хорошего.